ребята всем привет мы на очередном нашем ток-шоу hello world smobius и это номер получается уже 5 нашего шоу мы стараемся регулярно выпускать и сегодня с вами я емельянов михаил из компании цфт и женя сатуров из компании серф женя всем привет и сегодня у нас специальный гость у нас запланирована большая с ним беседа поэтому не будем тратить время приветствую стёпа гончаров из компании лифт level 5 всем привет отлично стёпа привет да привет стёпа так вроде все хорошо слышно видно давайте чтобы не тратить время начнем сразу с первых вопросов стёпа и в андроиде уже давно и практически самого начала да и за все это время который ты проделал путь как разработчик андроида как ты считаешь что кардинально в андроиде сейчас за все это время поменялось на твой взгляд какие кардинальные моменты ты бы выделил бы ну моментов на самом деле много то есть из тех которые я вот помню это процесс разработки конечно поменялся очень много раз и по сравнению с тем что было вначале да когда ты копировал он жарнички в отдельную папку сейчас выбил системы появились и какие-то новые композы аннотейшем процессинг все это вот короче android вырос очень сильно и очень приятно это видеть учитывая что когда он вышел это была одна из таких самых удобных платформ для разработки программного обеспечения а для зрителей можешь сказать сколько ты уже лет в андроиде ну я начал вот разбираться с андроидом где-то в конце 2008 вот так что уже 11 лет с костиком а какие вот кардинальные моменты вот ты бы выделал бы за это время допустим появление там фрагментов или появление джетпака какие вот именно такие точки на твой взгляд который поменяли android индустрию код кардинально вот ну первое что поменял android индустрии это был конечно он точно процессинг вот тогда я помню еще был android annotations очень классный в кавычках приорг вот который я к сожалению даже использовал на парочке своих проектов вот следующий такой большой шаг это было рыжа вот после rx это были уже дата беннинги ну дата беннинги я бы не сказал что это такая позитивная на вас скорее просто испортила жизнь многим и многим разработчикам до сих пор вене или кита уже jetpack вот конечно тоже такая большая инновация в основном для джуниор разработчиков вот я не считаю jetpack хорошим подходом к разработке вот мне кажется он слишком усложняет все вот это удобство которое он дает очень плохо масштабируется на больших проектах окей но сейчас судя по информации которая у нас есть ты уже андроидом не занимаешься да да к сожалению или к счастью пока непонятно вот я как бы так довольно медленно уходил в сторону девопса вот сначала это было просто оптимизация сборки android проектов наградал потом я переключился и ну как переключился по моей обязанности еще вошло руководство команды который не только android оптимизирует сборка но и с и сейчас уже я перешел в компанию 5 которые по сути дочка лифта и сейчас занимаюсь оптимизацией сборки для самоуправляемых машин и каково это уйти от андроида с опытом больше десяти лет в разработке ну это очень сложно я чувствую себя как типа в первом классе ты приходишь кучу всего непонятного вот приходится этим разбираться научить что-то новое ну вот но это примерно то же самое что прийти из маленького стартапа наверно в компанию типа угла ты можешь конечно заниматься андроидом но кроме языка программирования у тебя особо ничего как знакомого не будет скорее всего как ты думаешь стоит ли вообще держаться так за android то есть разработчикам нынешним бы ты посоветовал бы пробовать себя в других сферах тишей пицца активно или все-таки набрать какой-то скилл определенный как ты например делал восьмилетний потом уже решать то есть какие бы ты рекомендацию дал бы хороший вопрос но тут все зависит конечно от конкретного разработчика и конкретных целей и шейп никогда не будет лишним это точно так что если есть возможность помочь коллегам там союзом помочь коллегами не знаю с бэкэндом то это вам очень сильно пригодится в том жизни вот но с другой стороны если хочется углубиться в платформу и как бы получить какие-то очень узко специализированные знания такие специалисты тоже очень высоко ценится так что тут уже такая большие вопросы личных приоритетов и личных симпатий ну окей а ну мы также все знаем что ты у нас известный путешественник я предлагаю перейти плавно к этой теме а же я да давайте поговорим про географию потому что где только не успел побывать пожить поработать это точно про тебя известно многое особенно то что ты родом из омска и там начинал свою карьеру том переехал в питер насколько мне известно оттуда в сингапур и оттуда уже в калифорнию расскажи наверное о первых шагах своего пути начнем по хронологии раскручивать историю что это было каково вообще в омске потому что я в омске бывал и мне показалось довольно милый городишко вот интересно твое мнение и как ты попал в питер твой первый переезд так ну давай начнем сначала так я получается вырос и жил в омске там закончил бакалавриат в универе и сразу же после бакалавриата я подумал что ну пора найти работу вот и получилось так что еще на четвертом курсе я начал немножко заниматься андроидом вот и на самом деле мой первый вообще публичный доклад я делал для просто студентов и как кто-то меня подписал это всю штуку и просто я пришел включил эмулятор андроида там парочку слайдов сделал и рассказывал типа что такое android типа что там операционная система где приложение на джаве туда это вообще дикость было типа чего java как основной язык для операционной системы тогда еще си был королем вот и в принципе с того момента я разрабатывал приложение и один мой знакомый у него была аутсорс компания они занимались основного проектами но он согласился как бы для меня поискать попробовать тогда еще проект под android вот это был уже где-то 2010 год была парочка андро девайс но тем не менее он нашел для меня пару проектов и вот с тех пор я набирал команду свою то есть у меня первая позиция была уже по сути этим лидом я со своим очень таким ограниченным опыта в android обучал ребят нанимал их и где-то через два года когда я уже решил что хочу переехать либо москву либо в питер там была команда из 4 android разработчиков и мы делали такие проектики маленького среднего размера под заказ вот а в питер я поехал потому что у меня получилось пройти собеседование в одной из игровых контор вот называется на play код и и тогда еще я как бы очень горел разработкой игр и думал что буду либо гейм дизайнером либо каким-нибудь игровым разрабом вот но к сожалению не заладилось я приехал в питер месяц отработал в команде play код там у нас немножко не срослось с менеджментом и после этого я ушел в е легион то есть примерно то же самое только масштаб побольше мы делали такие большие проекты под заказ мне удалось туда поработать и с андреем куликовым вот который сейчас в угле в общем времена были веселые тогда я уже начал записывать какие-то обучающие ролики вот про тестирование с помощью роботе ума там есть это ужасное видео со мной вот и после этого проработав где-то два года в питере я решил что все таки мне хочется в какую-то международную команду попасть и понять как то работать с какими-то стартапами с какими-то может более интересными проектами и начался беседоваться в основном в европу и в англии вот что-то когда со штатами у меня не сложилось у меня было одно интервью фейсбук который я очень классненько завалил вот потому что не готовился так что если будете проходить интервью куда-нибудь и по фейсбуку готовьтесь обязательно и в какой-то момент мне написал один знакомый который в тот момент уже работал на сингапурскую компанию и им нужен был android lead вот я прошел интервью туда мне сделали быстренько визу и уже буквально через пару месяцев я был в жарком сингапуре в компании band lab где я был первым android разработчиком и в анлабе опять мне пришлось нанимать людей в команду вот в основном это были русские ребята ну как основном сто процентов русских ребят если набрал в команду вот это как бы может показаться немножко странным но как бы история такая что местных было не найти и из всех кого мы собеседовали где-то 90 процентов это были ребята из вот ребята за инди такая специфика что у них очень классно резюме но когда ты начинаешь их спрашивать в основном никаких ответов адекватных ты не добьешься от них вот как бы с русскими ребятами все гораздо проще ты обращался по знакомому они там кто-то кого-то посоветовал и все как бы набрав команду есть разница менталитетов она все равно является большой проблемой потому что я знаю что сингапуре очень много китайцев много индусов и с ними вероятнее всего ты достаточно много поработал что ты можешь про про них рассказать с точки зрения профессионального профессионального опыта насколько с ними комфортно работать чувствуется ли какие-то преграды языковые не знаю какие-то прочие психологические да специфика конечно есть и вот мне получается конкретно с индусами китайцами и ребятами из юго-восточной геннаде мне удалось поработать только спустя три года как я попал сингапур получилось так что в первой компании лап там где-то процентов 60 коллектива было русскоговорящие вот остальные были в основном местные а ну и были еще ребята из европы но как бы менталитет с ребятами из европы плюс минус там совпадают были конечно и какие-то конфликта у нас но в целом то же самое вот потом я перешел в компании на секунд там у нас была команда филиппинцев на бакэнде с которой практически мы не общались а все остальные были из новой зеландии штатов вот такие вот ребята которые они могли выглядеть как азиаты например но на самом деле они были там коренные американцы он не коренные конечно просто американцы вот и уже когда я перешел в граб там было прям полный набор кого угодно можно было найти там были ребята из бразилии и ребята из вьетнама филиппин камбоджи ну вот со всеми удалось поработать и тут конечно когда мы говорим о менталитете это в основном у меня получается большая часть негативного опыта у меня бывает на интервью то есть когда смотришь на резюме опять же там все расписано очень красиво а потом человек не может тебе ответить как хэш-код правильно написать и как бы конечно тратить на время на таких ребят не очень приятно но к сожалению иногда кто-то все таки кому все таки удалось попасть в граб через знакомых и с некоторыми разработчиками был прямо очень тяжело работать вот но было тоже много русскоговорящих с русскоговорящими всегда было проще но опять же это зависит очень сильно человека и были и отличные разработчики вьетнамцы и отличные разработчики китайцы и даже очень классный разработчик индусы но вот в основной массе конечно от китайцев и индусов у меня сложилось такое впечатление что вот в среднем у индусов уровень меньше ниже уровень разработки если говорить про китайцев то там силу вступает их менталитет то есть они говорят они делают то что им говоришь они никогда не задают вопросы никогда не оспорят никакое решение и это приводило к тому что кто-то что-то сказал что нужно сделать и потом через неделю это уже было готово но к сожалению это было абсолютно не то что мы ожидали например вот и такое случалось довольно часто и потом приходилось этим разбираться но с другой стороны если что-то очень простое и быстро надо сделать и не хочется чтобы кто-то задавал много вопросов тогда лучше конечно нанять команду из китае они все сделают очень быстро это будет работать но потом поддержки будет невозможно правильно я понимаю что греб это твоя первая действительно большая компания в которой ты поработал даже до этого 90 секунды это что-то вроде старта по компании российские тоже ну по российской мерке может быть они достаточно большие но если сравнивать с гигантами то это тоже компаний такого скромного масштаба а греб это что-то уже больше похоже на корпорацию хотя это тоже недавнем прошлом был стартап говорить про разницу работы в небольшой компании и в корпорации что ты почувствовал первым делом допустим негативного что тебе не понравилось сходу и ты понял что ты потерял то что у тебя было такое классное ну и в то же время что ты приобрел когда ты стал работать большая компания тоже можешь следом за этим вспомнить но тут конечно ты абсолютно прав разница колоссальная то есть grab это наверно сам большая компания в которой я работал она наверное как минимум два раза больше чем лифт и учитывая что я работаю там в дочке лифта который еще меньше то разница может раз в десять в количестве людей которые работают вот и одна из самых больших разниц это конечно количество митингов то есть у меня первое что я заметил когда я пришел в grab это мне пришлось очень быстро научиться работать с календарем уже когда у тебя митинге там максимум пару раз в неделю стендап в основном делали просто сидя за столом вот без каких-то специальных митингов то мне пришлось очень резко перестраиваться и вот впитывать в эту корпоративную культуру когда у тебя количество получается столов и сидений в митинг комнатах для митингов больше чем у тебя столов сидений просто для разработчиков вот да наверное это такой самый яркий самый яркий момент который я запомнил в плане разницы другая конечно раньше это количество людей с которыми тебе нужно общаться в работе и имена которых тебе нужно запомнить вот учитывая что grab был первой компании где было очень много иностранцев с очень для русского человека странными не запоминающимися именами у меня ушло очень много времени чтобы запомнить имена всех своих коллег и коллег из других команд потому что но это сотни человек и у них всех имена которые прям реально очень-очень сложно запомнить но вот где-то примерно через полгода началась сдвиг и уже как бы сейчас мне легко запомнить фактически любые имена которые мне дадите вот а там то есть псевдонимов никаких не было да то есть ребят на самом деле только усложняет потому что тут тебе сказал типа меня зовут вот так но называй меня вот так а кто-то другой называет его потом первому имени ты запомнил 2 2 ну вот короче недавно я столкнулся с такой конференции дроид кайги токийская конференция по андроиду самая большая и меня поразило то что в программе все японские спикеры они там были под никнеймами у них не принято представляться видимо своими настоящими именами такая вот забавная особенность но теперь твоя жизнь превратилась в какой-то сплошной калифорникейшн ты переехал в очередной раз через океан на этот раз через тихий и оказался в кремниевой долине почему ты туда так стремился вот но на самом деле не сказать что я прям сильно стремился конечно где-то как бы сказать в мыслях всегда хотелось посетить штаты и хотелось тут пожить но как бы такого что прям конкретно в штаты и стремился наверно такого не было в какой-то момент я решил что типа в грабе конечно классненько но хотелось чего-то такого необычного попробовать пройти интервью в какой-нибудь вот гигант типа google или фейсбук и в какой-то момент я начал активно готовиться и вся моя подготовка сводилась к решению алгоритмических задачек на литкоде вот и где то потеряв месяца 4 порешав те задачки я решил что ну все пора пойти походить по собеседоваться тогда мне покинули отлично как тогда мне казалось вакансию даврила в гугле вот и одна из вакансий на которые проходила тоже собеседование было в лифт в android команду сать вот и в итоге когда я пришел в гугл мне у меня посадили там в комнату и по видеосвязи проходил я это собеседование хорошо вот и получилось так что во время собеседования один из интервьюеров маму просто не пришел и и тогда мне сказали что типа последние интервью мне переназначить через неделю чего тоже не произошло но в то время у меня уже был offer лифта который особенность которого была в том что мне надо еще получить эти печенки вот h1b и как многие знают это такая лотерея в которой не всем везет вот и как бы это такая неопределенность заставила меня еще походить по интервью вот но в итоге после того как мне что так и не назначили последний трех в гугл я решил что ну как бы ладно оффер от лифта и сделаем h1b и там уже будет видно у тебя да мы продолжаем и вот ты получил offer и уже собрался переезжать и получил визу причем какую и заполучил вот получилось так что и чем бы я не получил вот не прошел лотерею и так как у меня было довольно много опыта выступления на международных конференциях также много знакомых которые могли дать хорошую рекомендацию там пару ревью книг участие как судья в хакатоне и все такое вот мне посоветовали попробовать сделать визу один для талантливых людей вот и чем я в общем-то и занимался несколько месяцев и конечно количество документов и работы которые надо вложить получение то виза было гораздо больше чем если представлял но в итоге все получилось очень классно мне дали визу один там не было никакой лотереи ничего вот рассмотрение заняло всего пару недель и после этого уже начался вот это мое приключение как в разгар коронавируса не переезжали из россии соединенные штаты но как раз в этом то и вопрос у меня это же под был подготовлен да я в курсе этой драмы которые у тебя разгоралась когда тебе надо было выходить на работу а тут наступил блок-аут для всех у нас принципе время есть давай немножко расскажем наверное зрителям что можешь рассказать как все-таки ты добрался до калифорнийской земли в разгар пандемии как у тебя это получилось на историю конечно классно ну что начну я сначала сначала надо было нам выехать из сингапура но к счастью там это было довольно просто единственный сложный был момент продать практически все вещи которые у нас были вот чтобы не вести кучу барахла через ползинного шара вот мы приехали в россию и у нас был такой план что мы где-то месяц отдохнем там поездим по родственникам встретимся с друзьями вот где-то на процентов 50 у нас это получилось но к сожалению из-за этих ограничений по коронавирусу вот не совсем удалось встретиться но тем не менее мы вот месяц честно просидели в россии вот и тогда уже начались там небольшие проблемки с рейсами потому что наши рейсы начали там отменять на пару раз перенесли дата вылета вот но вроде в конце все устаканилось и мы даже не опоздали на наш рейс на которые мы должны были опоздать если бы я конечно спал ночью но я подозревал что такое может быть получилось так что наши билеты аэрофлот очень классненько переоформил на за 8 часов до вылета на рейс который был на 4 часа раньше мы должны были лететь вот и сделан это посреди ночи очень удобно вот но тем не менее на этот рейс мы успели этот рейс вылетал из омска в москву вот но к сожалению когда мы приехали в москву нас посадили на самолет нью-йорк и это был тот классный рейс 3 апреля с которых с которого всех сняли то есть мы уже сели уже самолет практически начал до взлет наполз и нам объявляют что типа нет мы не летим вы все остаетесь и на все вопросы говорили что надо вообще все международные рейсы теперь отменены чего даже 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 новостях даже новостях об этом было о том рейсе злосчастным которым американцев всех высадили и ты на этом рейсе был тоже очевидцем всего этого вот что произошло дальше вот мы пытались найти какие-то способы улететь потому что ну чем мы с чемоданами в москве то есть лететь обратно в омск было довольно опасно учитывая что рейсы отменяли там вообще в целом осталось осталось парочка рейсов и на каждый рейс у тебя есть такой неплохой шанс что тебя туда просто не посадят особенно если ты был например в москве где больше всего зараженных вот в итоге мы решили подождать пару дней в надежде что нас все-таки посадят на какой-нибудь рейс и что они совсем же все рейсы отменили как же все американцы которые тут остались ладно там русские кто ну живет в россии да кто там не живет честь не делать вот в итоге мы два дня просидели в отеле ничего не произошло и мы решили полететь в калининград вот и там тоже пожить встретиться с родственниками пока мы не улетим вот и пока мы были в калининграде случилась одна такая интересная вещь рейс которого не было в расписании все таки улетел улетел из москвы в нью-йорк вот и там было несколько сотен пассажиров которые все это время сидели в москве и ждали возможности просто улететь вот получилось так что об этом рейсе объявили за два часа до вылета и мы бы просто не успели из калининграда прилететь в москву на турец вот но после произошедшего мы начали активно искать где же те люди которые тоже пытаются улететь и посмотреть может они что-то знают чего не знаем и и как бы так и оказалось несколько чатов мы нашли ватсапе в телеграме где сотни людей которые хотели бы уехать штаты они все обсуждали какие есть варианты и вот один из таких вариантов был рейс опять же которого не было в расписании но он был на одном из сайтов аэрофлота и мы решили рискнуть в надежде что на него все таки посадят людей и за сутки мы вылетели просто в москву без билетов только с брони отеля в итоге мы покупали и билеты на самолеты отель пока ехали в такси в аэропорт ну вот и нам очень сильно повезло действительно нам удалось ну я на самом деле не знаю что конкретно стало причиной но что мы сделали мы собрались с людьми из этого чата подошли к кассам аэрофлота мы им сказали что мы уже договорились и нам сказали что нас посадят на этот рейс немножко начали блефовать вот не знаю это ли сработало либо те письма которые 100 человек писали почти неделю всем кому можно вот и опять же за два часа до вылета нам сказали что вот пройдет посадкой мы можем поменять билеты вот получилось так что мы еле успели сесть на этот самолет потому что обмен билетов занимал минут 40 и у них постоянно зависала система вылет рейс перенести не могли в итоге большая часть тех кто был в тот день в аэропорту все-таки улетели но кому-то просто не успели билеты переоформить они так и остались в аэропорту вот но к счастью для нас мы смогли улететь в нью-йорк на этом рейсе окей вот а там уже все было довольно просто ух большой опыт окей и вот ты вышел в компанию лифт level 5 все многие даже то что на россии уже знают про компанию лифт благодаря денису артему rg который вот был прошлый раз у нас на мобиусе но мало кто знает именно про компанию level 5 вот ты в попал вот расскажи пожалуйста что за компания чем она занимается особенно попал я в level 5 по чистой случайности вот дело в том что когда я проходил интервью в лифт я планировал выйти в команду инфраструктуры для android проектов мобильная инфраструктура вот и работать с артемом но получилось так что пока я получал эту визу а заняло это примерно год они уже закрыли позиции вот и когда уже стало понятно что я все-таки лечу мне сказали что типа ну сорян вот у нас есть тут парочка позиции где нужно красить кнопочки я такой типа чего я уже не крашу кнопки уже до этого в итоге мы поговорили с HR который занимался конкретно моим кейсом и он мне сказал что типа ну типа два варианта ты типа приезжаешь и красишь кнопочки пока не освободится позиция в инфра команде но я типа еще подумаю в итоге через несколько дней написал сказал типа слушай тут конечно есть еще одна инфра команда но немножко не мобилки а чё там ну это самоуправляем машины и я такой ну типа чё бы и нет сам управляем машина в принципе интересно и я не знаю если бы не вот этот случай как бы какой еще есть вариант для мобильного разработчика с десятилетним опытом попасть в самоуправляем машины ну пока вот я не знаю если у кого-то есть такой опыт расскажите вот в итоге мы поговорили с менеджером инфра команды менеджер прям очень был обыскать воодушевленная потому что давно искал такого сотрудника да очень очень сложно найти именно людей с опытом в инфре и особенно людей которые согласятся работать в такой команде где большая часть работы это просто по моему опыту и потому что лишь происходит в общем то не такая благодарная как например на разработка мобильного приложения потому что никто тебе не скажет что вот типа смотри я пользуюсь лифта такой вода это типа я там делал этот фич это я лапочку покрасил да даже если кто-то скажет что типа вот я катался на этой сам управляем машине и ты такой ну да я там тоже ли что-то делал но типа объяснить тебе не смогу что этом дело вот но в принципе я на самом деле очень рад что так вышло и для меня сейчас такой как бы период когда я опять очень много для себя нового открываю и вот в android разработки конечно со мной такого уже давно не случалось окей какой был твой первый день когда ты вышел на работу я слышал что в лифте особенный процесс анбординга давай немножко расскажи о нем да ну на самом деле оригинальный процесс анборга наверное все таки получше чем удаленно по видео я когда приехал уже все было закрыто связи с коронавирусом и конечно опыт в этом плане немножко не такой как ты ожидаешь да когда ты приезжаешь новую страну и просто сидишь дома целый месяц вот на самом деле первый день был довольно классный то есть мне за пару недель до этого выслали ноутбук вот и тогда я попросил чтобы выслали на адрес Дениса потому что я не был уверен когда я смогу прилететь вот Денис мне его потом привез и благодаря этому я смог за анбордится вот анбординг очень классный у лифта есть очень много такого интересного интерактивного анбординга то есть ты заходишь на сайт и тебе в плане такого интерактива дают некоторые задания то есть тебе например надо разобраться с какими-нибудь внутренними тулами для сбора логов тебя просят зайди туда-то там отфильтруй логи такта и потом то что получится скинь как файл вот сюда вот либо например тебя учатся обращаться с внутренней системой где можно посмотреть структуру организации всех сотрудников и просят найти кого-то конкретно человека указать какая у него должность вот то есть по после того как ты прошел анбординг ты уже можешь с уверенностью пользоваться большей частью тулов которые тебе нужны будут для работы и также там мне очень понравился анбординг для программеров там тебя очень я бы сказал навязчиво учат соблюдать основные правила как ты будешь контрибутить код то есть когда тебе надо писать тесты когда и кого тебе надо просить когда и кого тебе надо просить протестировать и как бы на любые ошибки в твоих суждениях о том как это должно быть вот они тебя сразу исправляют и учат как правильно то есть нельзя там просить например киев тест твой код пока кто-нибудь не зарегистрировал и ты это все они не смешал вот ну очень в общем классно и я бы наверное рекомендовал компаниям действительно воспользоваться опытом лифта не знаю где это можно в публичном доступе это найти или нет но вот такой интерактив гораздо гораздо эффективнее мне так кажется чем просто какие-то лекции или видео ролики которые ты смотришь и потом типа нажимаешь галочка типа да я замбордился и все классно окей но получается что ты уже сейчас не занимаешься мобильной разработкой и в гребе принципе ты же мало и занимался так что получается что на мобиусе мы теперь я мало будем видеть и вообще не увидев ну на следующем мобиусе это точно увидите вот на самом деле вот и про android будешь что-нибудь рассказывать или все-таки какие вот все-таки направления ты тема бы хотел бы вот раскрывать я не хочу сейчас затрагивать текущую тему мы не попозже расскажу а вот именно вот в будущем как ты видишь в будущем наверное конкретно про android уже вряд ли разве что из предыдущего опыта о чем-то еще рассказать о чем я не рассказывал но тем не менее я тоже знаю что ты не хочешь уже рассказывать про еще одну вещь как называется грэдл да почему у меня после того как я начал копаться в исходниках грэдла у меня профессионально травма и про грэдл мне больше не хочется рассказывать вот я слышал что ты печатал даже эти исходники не я этот нет я просто сохранял грэдл документацию ну как типа заходишь на сайт там есть кнопочка скачать полностью документацию я думал почитать ее в самолете вот и это тоже еще одна из травм после того как я увидел что под менеджмент депенденцией выделено 100 страниц pdf там а4 и я договорить типа наверное что-то пошло не так его разобраться в этих 100 страницах все понимают да что типа 100 страниц даже если это менеджмент депенденцией все равно это не полная документация и большей части того что тебе нужно там все равно нет давай поговорим про совершенно другие технологии они пробил система ты был замечен в симпатиях к флаттеру я как представители здесь как раз этого пока малочисленного народа флаттер разработчики который называется тебя не могу об этом не спросить ты даже приходил к нам на флаттердев подкаст такая нативная интеграция маленькая рекламная и там рассказывал про то как вы еще в грабе с ним имели дело что вообще думаешь о нем нравится он тебе до сих пор или уже нет ну на самом деле флаттер меня впечатлил и как бы до сих пор у меня такое хорошее впечатление о нем в основном потому что это действительно быстрее чем там разработать два мобильных приложения и как я уже говорил на одном из прошлых мобиасов я буду удивлен если там какие-то стартапы начнут писать нативные приложения вот сейчас и как бы да я вот со своей точки зрения если я когда-то вот в ближайшие годы там начну да свой стартап ну вряд ли наверное но если такое случится то он будет точно на флаттере если вообще говорить про кросс-платформу в целом считаешь ли ты что 20-е годы 21 века в которых мы сейчас находимся вступаем пройдут под знаком кросс-платформы и нативные фреймворки будут оставаться ну если не совсем в прошлом то чем-то для элиты может быть ты пробовал kotlin мультиплатформа или что-то в этом роде как каково твое отношение вообще ко всей этой тенденции ну на самом деле да я наверное соглашусь с тобой что мобильная нативная разработка в ближайшие годы останется уделом там крупных корпораций которым действительно вот этот ну как бы все понимают что на флаттере да не добиться прям полностью нативного поведения по крайней мере вот сейчас и вот эти вот небольшой вот это дельта разница ощущения между мобильным нативным приложением и мобильным кросс-платформ она все равно будет и очень немногим компаниям будет выгодно вкладывать в разы больше средств чтобы получить вот такое маленькое улучшение да вот но конечно будет еще нишевые проекты где например flutter не будет подходить по перформансу да например если тебе надо я не знаю там что-то рендерить там трехмерно вот либо это майор или этом с картами что одну хотя с картами уже сейчас может вот ну то есть да скорее всего мобильная кросс-платформенная разработка будет все больше и больше ходить в массы нативная разработка будет больше либо какая-то нишевая с какими-то определенными фичами платформы либо для крупных корпораций которым важно выжать максимум из каждой платформы а но как ты думаешь больше будущее за кросс-платформенными фреймворками которые позволяют юай унифицировать между платформами или все-таки бизнес-логику потому что намечает совет два таких больших семейства два противоборства куда пойти как ты думаешь да ну ты конечно говорит про flutter и kotlin native в клуб котли мультиплат простите вот здесь конечно момент интересный то есть я как такая котлин фан бой в прошлом да было бы логично для меня сказать типа котлин победит но на самом деле сейчас котлин мультиплатформ гораздо сложнее в использовании чем тот же flutter и это на самом деле очень и очень большое препятствие для основного числа разработчиков то есть котлин мультиплатформ сейчас большая часть тех кто его использует это просто котлин энтузиасты у которых есть много опыта с котлином и им просто по кайфу немножко на котли не прописать но при этом flutter настолько проще и сейчас быстрее и удобнее в разработке что когда речь заходит о затратах то практически всегда победит flutter и вот сейчас не могу на сто процентов как бы сказать что это будет всегда но при этом я не могу придумать ни одного примера где бы котлин этиф выиграл может кроме того что у тебя есть уже там куча кода на котлине и тебе вдруг понадобилось сделать я с приложения из этого но с другой стороны даже в этом случае скорее всего затраты на переписывание котлин кода будут выше чем просто заново flutter написать ну мне так кажется а расскажи пожалуйста чуть чуть поподробнее что именно в грабе вы делали на flutter и потому что на моде все который пройдет 22-25 июня в онлайне будет спикер из граба михаил зинов который как раз представляет flutter команду и рассказывает про интеграцию флаттера с нативными приложениями можешь двух словах я понимаю что ты не из этой команды но наверняка ты что-то слышал что-то знаешь рассказать что именно вы делали да на самом деле мы делали наверное то что большей части разработчиков никогда не понадобится то есть вместо того чтобы как по человечески написать с нуля flutter приложения мы там встраивали flutter уже существующие огромное приложение греба вот и при этом уровень интеграции который нам нужен был существующими нативные фичами был гораздо гораздо выше чем нам бы этого хотелось и большая часть работы которая команда делала это создание flutter в раперов над существующим функционалом и при этом мы написали тогда это было типа одно мини приложение внутри граба и еще одно как бы отдельное приложение и при этом мы шарили между ними код который оборачивал наши существующие нативные компоненты ну давай мы наверное перейдем уже твоему докладу то о чем ты будешь рассказывать в этот раз я очень надеюсь что не в последний несмотря на твой резкий поворот судьбы и уход из мобильной индустрии расскажи пожалуйста о чем будет твой доклад почему на него обязательно надо приходить почему его надо слушать и что вынесет слушатель из него полезного для своей жизни на самом деле доклад будет про android несмотря на то что с андроидом по крайней мере сейчас я уже завязал доклад я готовил еще на предыдущий mobius как такой запасной вариант если у кого-то не получится выступить и доклад будет про базил то есть перед тем как я ушел из граба моя команда начала так очень потихоньку мигрировать наши мобильные приложения на базу и тогда я начал как бы очень сильно интересоваться базилом и пробовать адаптировать его для android проектов и это оказалось довольно просто вот и это как бы послужило толчком для меня сделать доклад об этом на mobius и рассказать показать насколько это не страшно попробовать использовать базу для android проектов и насколько это в каком-то смысле даже более удобно чем грэдл для определенных кейсов и да об этом я и расскажу покажу поделюсь примерами и парочкой репозиторий с исходниками о том как же вам если возникло такое желание использовать базу для android проектов и посмотреть чем он лучше грэдл и как это можно использовать для получения такого конкурентного преимущества у меня такой вот вопрос появился буквально на минутку чем тебя вдохновил именно базе я помню то есть у нас уже был доклад артема полностью обзор обил систем весьма крутой который вы можете посмотреть у нас в истории в листах на ютюбе я знаю что грэдл много соков из тебя выжил вот тем не менее почему базе то есть базе чем тебя вот так вот на самом деле для android разработки вариантов не очень много то есть это либо бак либо базу но учитывая то что все-таки для большой компании каждая новая каждый новый тул это очень сложно дорого и долго вот бейзл он как известно работает и под ios тоже вот поэтому для нас выбор был такой как бы очевидный вот и да это и послужило в общем-то толчком я тоже смотрел доклад артема и мне прям очень понравилось вот и как бы еще такой один из толчков был это документация базили и так получилось что я познакомился с парнем который работает в кору базил команде он мне рассказал как там все классно каких-то местах классных каких-то не очень вот и больше в основном что меня очень зацепило это простота с которой базил решает все наши проблемы которые у нас были с грэдлом просто потому что кто-то подумал о том что такие проблемы нужно решить вот и это были не ребята из грэдл команда к сожалению смотри ты затронул такую тему что это не страшно да что переход это ничего особенного но вот допустим я там перед статистический а вот новый проект начать это не страшно и легко вот как раз я об этом то есть я допустим среднестатистический android разработчик у меня есть какой-то проект я ничего не знаю про бензил я знаю грэдл как и 99 процентов android разработчиков и вот приходишь ты и говоришь всем вот существует такая замечательная вещь что мне нужно узнать разработчику такого чего я не знал до этого чтобы иметь возможность хотя бы попробовать и насколько это ты утверждаешь что это не больно насколько это не больно не больно чуть-чуть или это не больно совсем этот хороший вопрос здесь как бы опять как бы так ответить на него вот в общем зависит от того что нужно да то есть если это новый android проект и разработчик готов смириться с ограничениями базил то тогда это будет довольно легко не больно и может быть даже приятно вот но если разработчик по какой-то причине хочет какую-то фичу базила которая либо еще не готова либо ее вообще нет вот тогда это может быть довольно больно и отказываться например от части функционала из-за билд системы тоже такое себе вот но я бы сказал что я бы посоветовал все-таки смириться с ограничением базила и попробовать его для нового проекта чтобы насладиться билд системой и не получить отличный опыт и в конце отличный проект ну что нам обязательно нужно узнать твое мнение о программе этого года в целом я знаю что ты успел уже бегло с ней ознакомиться и но начну я пожалуй не с этого вопроса даже ты известен в сообществе как завсегдатой mobius и на других конференциях тебя можно увидеть но намного реже по моим впечатлениям чем тебе так нравится именно mobius и почему ты раз за разом туда возвращаешься о я прихожу на mobius за атмосфера в основном вот всегда когда я приезжаю очень получается много завести новых интересных знакомств много то есть я не один такой кто приезжает каждый год на mobius и это очень классно видеть как бы людей с которыми ты познакомился в прошлый раз и там пообщаться и всегда как бы по моим ощущениям уровень mobius именно докладов и спикеров выше чем на других конференциях на которых мне доводилось участвовать и это меня и тянет на mobius каждый год практически ну теперь давай пройдем программе по контентной части конференции может мы все любим нетворкинг иногда заходим и доклады послушать какие доклады ты зайдешь послушать в этот раз вот но как бы несмотря на то что я завязываю с андроидом я послушал про композ вот композ очень очень классный фреймворк и технически очень интересные в плане как он интегрирует с хотлен компилятором поэтому вот я послушаю для такого саморазвития и также мне интересны доклады про окулус от руслана вот я конечно с ним и так разговаривал но думаю он чего-то мне не договаривать поэтому схожу проверить вот и доклад от дениса про то как нужно себя продавать тоже очень будет интересно и я уверен перечисленные тобой докладчики все закиан теперешние соседи у меня теперь возникает такое ощущение что мобиус просто в один момент возьмет и переедет через океан потому что смысл оставаться ему в россии уже не будет ну что стёп спасибо что ты сегодня пришел к нам было очень интересно с тобой поговорить с тобой в очередной раз встретиться хотя и виртуально на этот раз наша следующая конференция состоится 22 25 июня это мобиус 2020 питер но питер теперь весьма условный потому что пройдет она в онлайне и вы можете совершенно без потери опыта смотреть ее абсолютно из любой точки мира как будет делать стёпа будет смотреть из своего нового дома в калифорнии как и многие другие будут подключаться из разных стран с разных континентов из разных городов у нас очень интересная на мой взгляд получилось в этом году программа которую я предлагаю вам зайти на сайт и пробежаться по ней и найти там именно то что интересно вам вы там найдете android и ios и немножко flutter и немножко таких общих тем которые актуальны для всех платформ которые вы можете ставить но помимо всего прочего помимо стандартной программы боффов которые вас тоже ждут в новом формате я хочу сделать анонс который по моему еще нигде публично не звучал в этом году в mobius примут участие такие небезызвестные люди как бен вайс и чат хейс бен вайс и чат хейс сейчас представляют команду дефрэйлов гугла бен вайс это android дефрэйл инженер который работает над такими вещами как dynamic delivery features и и не только и готов поделиться массой интересных деталей про это про свой опыт а чат хейс я думаю представлять не нужно потому что это все я android вышел из разработчиков стоял у истоков android фреймворка очень много всего написал но ныне немножко отошел от разработки в сторону в сторону выступлений публичных и активно представляет android на сцене google а ее которого в этом году к сожалению не было и вот в этот раз он примет участие в mobius будет coin day session где чат хейс ответит на многие интересующие нас вопросы кроме него будут эшфюроу энис дэвис и масса других интересных спикеров как русскоязычных так и англоязычных поэтому ждем вас всех на mobius в этом году заходить на сайт смотрите детали приобретайте билеты и увидимся на ну давайте я быстренько скажу пару слов коротких спасибо ребята что нас смотрели мы будем продолжать выпускать подобные шоу ждем вас на конференции 22 25 числа как сказал жени мы приготовили наикрутейшую просто программу несмотря то что конференция в онлайн и вам не стоит ее пропускать и степа большое тебе спасибо что ты к нам пришел мы с тобой еще увидимся всем спасибо всем пока спасибо что позвали счастливо хорошего вечера все